Новый день начинается солнечно. Посмотрим, чем он закончится. Сегодня в планах города Зинсхайм и Шпайр. Там два музея техники. Я сначала думал, что вот эти вот столбы – это фиксация скорости. Но Вилл сказал, что это для грузовиков, и они скоро будут платить и за эти дороги тоже. Но пока что этот проект еще не закончен. Якобы жители местных деревенек жалуются, что грузовики объезжают автобаны и мешают им жить. Слишком много их стало ездить по второстепенным дорогам. По автобану едешь – нечего даже снимать. Единственная достопримечательность – это лошадиная задница. И фур столько, что сплошная концентрация на дорогу. Сильно головой не покрутишь. Интересное решение, когда фура везет с собой погрузчик. Дороги, которые строил еще Гитлер, до сих пор в порядке. Только асфальт сверху положили, и все. Вот это качество немецкое. Куда оно делось теперь? Судя по новым машинам, теперь фраза «немецкое качество» звучит неоднозначно. Продумано все, да. Но изготовлено ли это качественно из качественных материалов – это уже вопрос. За этим запором замок на горе стоит. Все, его уже тоже не видно отсюда. Вот это вот езда по автобану. О, понятно. Нормально так. Пробочка. Фуры почему-то стоят все в этом ряду. Легковые едут. Фурам нельзя обгонять, поэтому они стоят. Две крупные дороги сошлись в одну, а здесь как раз ремонт. Вот уже и Зинсхайм. А вот и музей. Он видны уже. Конкорд у них есть. Интересно, только где вход. Прикольно. Вот даже хер есть только белый. О, это Шерман, по-моему. Все, пошел я изучать окрестности. Начинаем с кассы. Теоретически, здесь можно купить билеты сразу в два музея. Все, билет купил, но это, по-моему, только в один музей. Потому что он стоит 16 евро, а в два, вроде бы, говорили около 30. Карточки мои не приняло. Ни одну, ни вторую пишет. Пин-код неправильно. Что-то меня это сильно озаботило. Сколько тут машин, сколько тут всего. Глаза разбегаются от того, что тут вообще смотреть на что. Начинаешь уже смотреть просто образно на машины, а не на детали их, не на особенности. Колеса недалеко ушли от телеги. Только резину сверху поставили. А так, наверное, и подшипники там скольжения стоят еще. Хотя нет, может уже и обычное качение. Ручка стартера. О, боже, какой там двигатель здоровенный. Ё-моё. Вот это реально тут спортивный болид. Такой картер. Как будто это в грузовике. И фары, как в паровозе. Прикольно. Задняя пошла. Да, да, да. Да, да. Сейчас ты к нам. Карбюраторы такие. Сколько что они могут литров в минуту вливать в этот двигатель? Спортивные тачки. Я так понимаю, что это для гонок на выживание. Такие все мощные. Тайцикл. Такой сплошной багажник. Мотоцикл для путешествий. Карли и Дэвидсен. Ну так. Вот тут 4 литра в этом фортике. Да, раньше все. Мощность достигалась за счет литража. Литр, литр шли кверху и кверху. Никто не думал о эффективности сжигания топлива. Вот интересно, у него ноги где были? Под мостом проходили или над мостом должны проходить? Как сюда вообще можно сесть? Убийственная машина. Ремень какой-то приводной, наверное. А что он крутил-то? А, механический надув у него. Вот это красавица. Ух. Вот это машины делали. Космические корабли были. Все так стремились в космос. Казалось, все сейчас полетят. Значок самолета даже на капоте. Реально сейчас должна стартануть в космос. Это круто, конечно. Еще один космический корабль. Боже, какие же они широкие были, а? Это же больше двух метров ширина, сто процентов. Ну, а даже крылья там, все, просто готовься включить турбины и стартануть отсюда. Вот это тачки, но да, были времена, такие тачки красивые, мощные делали. Произведение искусства, не машины. Куда все делось? Куда? Почему мы пошли к этой простоте? Крайслер Нью-Йорк. Вот это я буду впервые сейчас тут, что работает. Прикольно. Модельный ряд Крайслеров Корветт. Такая дыра, что это такое, забор воздуха? То есть радиаторы с этой стороны возле забирают. Перевыбрасывая, да, выбрасывая. Правильно, мотор-то сзади. Болит Формула-1 какого-то года. Потропить путь колеса, ооо, они же каменные. Вообще-таки твердые. Это уже, наверное, с годами они застыли. То, что они должны быть мягенькие, как сырочка. МК-2. Такой довольный. Что-то я сомневаюсь, что там такие довольные были. В этой жести море крови купались. Да, тут надо целый день провести. Целый день. Это тут какая-то каша из техники. Это что-то. Блин, глаза разбегаются. Просто разбегаются глаза от этого всего. Первая трактора. А, прикольно. Вот один цилиндр. Здороверный маховик. 20 лошадейных сил. Зато крутящий момент, наверное. Объем двигателя 1600. А этот еще больше. Двигатель. А мощность только 12. О, самоходка. До 70 километров сейчас развенелась. Полтора литра объем. Немаленький. Тут же и легендарные советские самолеты. Миг-5 и Ан-2. Вот это снаряды. Да, такое. Пулька. Да, техника. Конечно, обладали немцы в войне серьезной. Чуть-чуть бы лучше подготовились, точно бы выиграли эту войну. Что это за ракета такая? Кое-моему отношение к велогонкам имеет? Непонятно. Ленточные тормоза такие. О, американский какой-то танк. Фак, как это. Вот это двигало. Скука рядов тут головок. На каждой головке три поршни. Да, и получается 7 блоков. Это 21 цилиндр. 4 тысячи лошадиных сил. Вот это интересно было бы завести. Это от пневмопуска. Это попадание снарядов в броню. Нормальные такие дырки делают. В такой броня. О, что-то налегке его прошивало. Коммунитивный, интересно, снаряд или просто что-то очень быстрое. При двух цилиндрах 8,2 объем. Нормально. И при этом только 30 лошадиных сил. 2,4 литровых поршенка. 10 литров объем. 10 литров объем. Но при этом только 30 лошадиных сил. Это что-то. Двигатели и рамы это одно целое. Хотелось бы услышать, как это дело работает. Вот это прикольно. Еще паровой. Конечно, первые двигатели. Такие интересные штуки. И это не паровой. Один цилиндр объемом 5 литров. И мощностью 15 лошадиных сил. Может он все-таки паровой? Мне кажется, что это паровой двигатель все-таки. А вот это что за трактор такой? Это круто. Серьезная техника. Но это точно паровой двигатель. Первый паровой грузовик. Что-то такое. 1917 года. Кстати, этот Тигр поехал. Пока. Посмотрим, как Тигр едет. О, чувак, как-то же управляет. На деньги можно зауправлять Тигром. А что это не Тигр? Да, танк на самом деле большой. Слишком много техники. Поэтому не уделяешь должного внимания каждому экземпляру. Все так поверхностно бежит, чтобы все посмотреть. Среди них затерялся. Такой красненький. Это прям Феррари по сравнению с этими монстрами. Легендарный Конкорд. Вот, от него можно зайти. Так это в следующем здании тоже музей. Как это тут ходить и ходить еще. Получается, что только малую часть прошел. Так, надо залезть вовнутрь этого самолета. Это ямфибии. Что у нас тут? О, пикирующий самолет. Под наклоном куда-то пикирует. Брат, брат, мы падаем. Садись, самолет быстрее. Да, реально, под таким уклоном такое ощущение, что как будто он сейчас упадет. Но это, конечно, камеру не передать, то чувство тут. Ну, реально, то есть чувство падения самолета. Горизонта нету. И все. Боже, тут еще на улице, на этой стороне полно техники, танков всяких, пушек, он там корабельных. Я тут целый день буду ходить только по одному музею. Два металлических колеса и два резиновых. Значит, поворотные передние и задние. Да. Только как на нем ехать по асфальту. Вот это вот жесть. Сколько тут танков? Сколько разных. Зачем мне ехать во второй музей? Что-то я уже даже не знаю. Оба-на. Вот это круто. Машина из назад в будущее. Прикол. Ну да, как-то все похоже. Испроизвели. Супрежается свет. Как я не поймать? А, спасибо. За три часа я только часть музея успел посмотреть. Ну, я думаю, что большую часть я посмотрел. А пока взял немецкую булочку и попробую. Тут столько в Германии не было, никогда я это не покупал. Что-то подобное нашего публика. Только намного вкуснее. Более мягкая такая. Сочная, вкусная. Либо в этот голодухи, либо на самом деле это вкусношко. Просто обведение. Теперь зал номер два. Что это за агрегат такой? Какой-то станок непонятный. Но очень большой. Ух ты! Вот это станок, да. Серьезная техника такая. Электродвигатель у него. Да. Так это электрогенератор. Электростанция. Паровая электростанция. Боже, тут конца нету этому музею. Второе помещение такое же, как и то. Мусорда, скруть. Ах, красавец. Потрогать, скруть. Покрасен так себе пылью. Сильно не заморачивались. Запили. Здоровенная машина. Е-мое, так это как грузовик. Крузак тех времен. Получается так. Какие фары, вот фара, да. Вот фара, как фара. Фара. Реально, это грузаки тех времен. Такие тачки здоровенные. Опа. Вектор W8. Круть. В салоне там ничего не рассмотреть, конечно. Если только не открыть дверь. Вот так вот в салоне. Черное все. Тут как-то не очень красиво телевизор. Там куча кнопок, как в самолете. Ручка какие-то. Реально тут на взлет пойдет с этой машиной. Майбахи. Майбахи там серьезно. Точили колеса мне по поясу, наверное. Блин, никогда не думал, что они такие большие. Феррари. Это вот какая стоимость всего, что находится в этом музее. Сколько здесь миллиард долларов. Вот одни феррари сколько здесь. Насколько тут на миллион долларов здесь феррари только стоит в этом уголке. Да, себестоимость этого музея колоссальная. Там еще сколько. И наверху. Ой, блин. Конца нету музея. Вот это гоночный болид. Самое интересное, что у него цепной привод. Цепной привод. Вот так вот. Ленточные тормоза. Вот эта вот лента стягивает и тормозит барабан снаружи. А это что? Люк, наверное, заправлять его. Ну, типа бардачок. Тут всякая ерунда лежит. Все наружу. То есть распредвалы все наружу. Никакой клапанной крышки что ли не было. Ну да, то есть не предусмотрено. И получается, что масло тут разбрызгивалось по этой всей машине. На выхлопную. Вот это, блин, вообще просто убийственная техника. 750 лошадиных сил. 12 цилиндров. Объем двигателя 47 литров. 47 литров, как в паровозе, блин. Два колеса впереди. Слушаю, что Ирион реально выступал в гонках, получается. А это машина-ракета. Какую скорость она развила. 1014 километров в час. В 1970 году. Ой, офигею. 1400 километров в час по земле. Опа, вот это двигло. Вот это генератор какой-то. От подводной лодки что ли. Да, точно, это мотор от подводной лодки. А этот цилиндр. Тут поршень ходит. Прикольно. От двухтактов двигателя какого-то. А вот этот вот, MAN двигателя. 24 цилиндра. 24 цилиндра. А, ну так понятно, для такого корабля. Это еще и небольшой двигатель. Объемом 850 тысяч кубических сантиметров. 850 литров объем двигателя. Объем двигателя 850 Африка-Тверь. Карманный мотоцикл. На парашюте его скинули тебе. И ты поехал. Чисто десантный такой. Голда тех времен. Вон вход в Конкорд. Надо пойти обязательно сходить. Вот он, легендарный Конкорд. Красавец. Стрела такая. Все, и на этом закончилась сверхзвуковая гражданская авиация. Барен, какой же он большой все-таки. Никогда не думал, что он настолько большой. Двигатели надо ставить, там ничего нет. Пусто. Ой, что ж они его под таким углом поставили. Смотреть красиво. А ведь практически невозможно. Как под горку. Топы с таким наклоном. Не знаю, как передать. Да. Это уже история. Исторический самолет. Кухня. У меня такое ощущение, что он шатается, когда по нему иду. Интересно, где это место, где кабина изгибалась? Где это происходило? Изгиб этой кабины при взлете наклонялась. Так трудно понять, где это. Так, сама кабина пилотов. Ну, вот тут вот, наверное, какой-то из них. Тут какой-то порожек. Да, и все так по жести. Сколько приборов, сколько приборов. Я думал, что здесь так покрасивше все будет посовременнее. Ну, тут все по-простому. Так все-таки, где что-то место, которое изгибалось при взлете? Непонятно. А камера горизонтально? Вот я иду. Закон самолет, вот тут такой приличный. Можно кубарем скатиться. Так вот эти сидения, наверное, так и стоят. Шаг под на порядке, чтобы кто-нибудь вот так, если упал, до конца не долетел. Фу, с одним музеем покончено. Поедем к другому. Хотя этого музея вполне достаточно. Тут столько всего, что я не знаю, сколько я часов тут шарился. Сейчас 3 часа. То есть я здесь провел 5 часов. 5 часов я провел в этом музее. И это все было просто бегом-бегом. Но поеду во второй, потому что есть замануха. Там космический шаттл стоит. Я так понимаю, что это Буран. Ну, вот хотя бы ради него посмотреть. Работник меня выцепил, сказал, что здесь есть Белорус. Да, коллега, да, да. Из Минска. Прямо отсюда, что ли, приехали? Да, да. Познакомился? Да, ну я там снимал просто, ну, я снимаю видео. И он увидел, спросил, кто, откуда. Говорит, с Белоруссией и сейчас с этим, говорит, с другом познакомлю. А мы из Бреста, да? Все бегом-бегом. Если еще провел с ним месяц, еще было, он нам показал. Это главный механик. Да, да, это понятно. Так, так, что самый дешев только догадывается об этих вещах. Он нам провел этот дешевый, мы интересен с этим. Вот я и в Шпайринг. Идем в следующий музей. Что у нас тут? Другие машины или все те же? Ну, кое-что, наверное, другое, да? О, подводная лодка. Мини-субмарина с экипажем в одного человека. Ну, есть машины, которые, конечно, и повторяются, я сразу вижу. Прикольно. Две торпеды и все. О, еще одна мини-субмарина. Но это 100% на одного человека. С 44-го года. Тогда больше туда не войдет. Никак. Это что это такое? Это для самоубийцы, что ли, торпеда? То есть туда залез, ножки протянул вперед и полетел. Супер. Чтобы идти в два музея, это надо, ну, очень-очень любить технику. Очень-очень. Надо просто быть влюбленным во все это. Пожарные машины всегда были красавцы, как на выставку. О, вот это классная техника. То есть у него впереди место двигателя насос. Двигатель 16 литров у него был. Какие раньше объемы были в движку? О, 16 литров. 40 серии. Одна из первых машин. Прям карета. А водитель-то где сидел? Не понимаю. А, у него там не руль, у него там рычаг. А водитель в заде сидел, то есть и пассажиры еще на него смотрели. Замечательно. То есть мешали обзору ему. Что у нас тут в паровозе есть? Интересно. Что им будет новое? Есть. Как топка открывается? По-другому. На всех паровозах эти топки по-разному открываются. Эта топка открывает легче из всех, которые я открывал. Реально. Крышка тяжелая, но противовесы так сделаны, что прям на какую очередь не затрачивается. Общественный транспорт в 14-м году выглядел вот так вот. Сейчас так выглядят туристические автобусы. Да, действительно, Буран. Он написано, что это Буран. Наш завездолет. Или космолет. А я думал, он больше. Я думал, что он в два раза больше. Но все равно громадный такой весь. Плиточкой обложим. Такая несгораемая штука. Мощно. А толщина этой плитки сантиметров 5 получается. Могли и делали. Столько у него двигателей. А вот эти вот два выглядят как муляж какой-то. Что, заглянем в задницу Бурана. Что тут интересного есть? О, тут какой-то прям компьютерный узел. Сколько проводов. Это еще отсюда оборудование снято. Видно, что эти фишки пустые. Разъемываются пустые. Все, провода в металле. Ух ты. Грузовой отсек. Много ли вмещал. О, как это здоровенный контейнер. Умещен себя. Серьезно, что это за шары тут такие. Топливные что ли какие-то. А, кабина была отделена от этого отсека. Да, круто, конечно. Ну, это, конечно, страшно. Такое. Стенки-то не толстые у него. Совсем все тоненькое. Обшивка это тоже. Вон, там, что там. Сантиметр толщины, а дальше все. Ребра жесткости только и все. Ничего его тут не защищает. То есть герметичность этого отсека была такая. Косвенная герметичность, чтобы пыль не попадала. Реактивный двигатель. Сопло отсюда, наверное, когда сосиски жарить быстро будет. Вот такой штукенции. Турбины. Вот это. Они не закреплены, оказывается. Они двигаются, ничего себе. Я даже не знал. Что-то я уже немножко устал от этих музеев. Перебор техники в один день. Антонов 22, грузовой самолет. Это в Афгане такие были, летали. Так, что у нас тут в Антонове? Вот отсюда десантировались ребята в Афгане. Побежали туда. Навстречу судьбе полетели. Четыре кран-балки. Вот тут было сразу. Ага, тут что-то наверх еще вход. Что у нас тут? Кабина пилотов. А внизу тогда что? Ага. Внизу шторманский отсек получается. В разделенной дуле. Слушаю, говорю, ясно. Вот в это, да? Алло, алло, алло. Ромашка, ромашка, я чайник. Как слышно прием. Пробки, пробки. Научно-исследовательское судно. Это вход есть? Есть. У-9. Подводная лодка У-9. А что, внутрь зайдем? Вроде есть вход. Зашли. Ой, это я люблю. Ух, ничего себе. Сколько тут торпедных отсеков? Торпедных аппаратов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь только носовых. Да, нормально так. А с виду казалось, малютка такая. Ерунда какая-то, думал. О, ты тут уже готов покинуть судно. Ё-моё, как ты так, чувак? Еще не тонем. Подожди. Так. Кок тут готовил. О, перископ. Виден что-нибудь? Нет. Поднять перископ! Рули на всплытие. Ничего заблокированы. Так, ну ты же командирский мостик, но... Да, тут, наверное, было так громко, что просто катастрофически. О, чувак на горшке. Ты чё? Трусы одень, хоть и железы ходят. Ну как так можно? Ну еще и пленбой считает там. Ну ты даешь. Ну а еще спальных мест тут я вижу немного. Сто процентов, что они тут спали в три смены. Боже, сколько тут кранов вверху, а? Как в этом все вообще можно было разобраться? Толщина проводов на аккумуляторе, да? Нормально. И чтобы прикурить подводную лодку другую, можно было. Посмотрим еще на исследовательское судно. Что тут есть интересного? Туалет, души, кухня, ковида, что-то. Ничего себе штурманский мостик открытого типа. Это, наверное, второй. Должен быть еще один, значит. Это так, для хорошей погоды, хорошей видимости. Но есть тут еще и вниз спуск. Интересно. Сколько приборов, моторный отсек такой. Все, тут уже никого и нету в этом музее. Надо забраться на этот лайнер, посмотреть, съехать с горы. И все, и ехать уже. Тоже под наклоном стоит. Ух! Большой вид кресла. У них супер вид класс. Такой большой самолет. Так мало места для пилотов выделили, да? Да, здоровенный самолет, конечно. Вообще не скажешь столько кресел, столько мест. Ух, как тут высоко. Сейчас я с горочки с такой высоты сиганул. Все, погнали в трубу. Так что же неплохая скорость такая? Все. Сейчас домой к виллу, а завтра дорога на Берлин. Как быстро наладилась погода за один день. Уже вечер, пол седьмого, а температура 23 градусов. А вчера было 8-7. Вот тебе и наладилась погода. Там впереди гроза, похоже. Надо, наверное, сразу дождевик одеть, заехать. На заправках этих автобановских даже нету табло с ценами. По сути, ты узнаешь, сколько стоит топливо, только когда из пистолета польется бензин. А потому что она 1,85 евро. А отъедет автобама 3 километра. И там будет 1,45 стоить. Поэтому, чтобы не расстраивать людей заранее, зачем писать? Придет расплачиваться на кассу, узнает, сколько он стоит. Но гроза – это хорошо, это значит, будет тепло. За фурой ехать, конечно, тяжело. Ветром шмотает. С одной стороны хорошо, а фура тебе лужи разбивает. Я тишь по ее следу. Нормально так. Какие ты с лужи, а? Оба-на! Нормально так. Прослась молния. Ужас, ужас какой, а? Чем дальше, что-то все тормозят. Проблема какая-то. Есть проблема. Да, серьезно, конечно. Лужи, лужи, потому что. Вон фура какую волну создает, когда ездит. Вон на той стороне какие лужи. Ё-моё! Вон там впереди что-то еще. О, блин, там такая же фигня. Тоже какая-то смятка. Как будто с этого моста упал. Поэтому лучше не спешить. Вот тоже чувак на Порше дорожит своими деньгами. Ха-ха. Едет спокойно за фурой 80 километров. И нормально ему. Зато скорую ему не вызывают эвакуатор. Я теперь знаю новую фишку, как байкерам здороваться. Немецкие байкеры, когда обгоняют вправо, так раз ногу выставил в сторону, это значит поздоровался. Я сначала подумал, что захотелось ногу просто выставить, там затекла. Потом второй обгоняет, тоже такой раз ногу выставил. Я уже задумался. А все-таки может это как приветствие такое? Вот и Вольхаузер. Не было тут дождя. Видно. Все сухо. Короче, дождь только там, где я. Я его за собой вожу с самой Белоруссии. Вот и все. У него третий дом, у меня третья квартира. Ага.